Свечи нет в парадном зале старейшей римской гостиницы Сантрэджис, но общая атмосфера переносит в 19 век эпоху парадных балов. Исторический контекст создают оригинальные костюмы той эпохи, подобранные со всей тщательностью. Настоящее все – прически, аксессуары, но главное – танцы. Полонез, вальс, мазурка, кадриль под музыку русских композиторов. Не обошлось, разумеется, без великолепного вальса цветов Чайковского. Большой русский бал был организован национальной кампанией исторического танца в рамках открывшегося перекрестного года туризма «Италия-Россия». Я уже 25 лет занимаюсь исследованиями в области исторического танца, австрийского, итальянского. Моей целью всегда было возродить бальные традиции. Я давно мечтал о бале, посвященном русской культуре. Наша задача – поддерживать мосты между культурными традициями разных эпох и разных стран. Русских и итальянцев сближает страсть и темперамент, присущие нашим культурам. На бал съехались любители исторического танца со всей Италии. Мы – венецианцы, мы привыкли к переодеваниям, нам нравится перевоплощение. Мы познакомились во время карнавала. Перед любым балом надо хорошо отдохнуть, чтобы танцевать до последнего. Где-то два часа уходит на подготовку. Макияж, туалет – все должно быть идеально. Нужно с гордостью и достоинством носить исторические костюмы. Меня всегда привлекала эпоха романтизма, но я и представить себе не могла, что этот мир существует до сих пор. Совсем недавно я поступила на курс исторического танца 19 века. Мы приехали с озера Кома, где занимаемся историческим танцем. Мужчин сложнее завлечь такими вещами, но если мужчина все же увлекается, то получает огромное удовольствие от танца, от этих костюмов, которые носят с достоинством и элегантностью. По инициативе компании «Эвентиром» и ее головы Юлии Базаровой в рамках балла впервые вручили литературную премию имени Пушкина. Ее обладательницей по решению комитета в составе видных литературоведов и словистов стала известна итальянская поэтесса Антонелла Анеда. Организаторы пообещали, что и бал, и премия станут ежегодными. Илья Луданов, Вера Щербакова, Тастево Рим.